В Казахстане участники несанкционированных акций призвали к бойкоту президентских выборов, победу на которых одержал Касым Жамар Такаев, а позже требовали отменить итоги голосования, как они говорят, из-за массовых фальсификаций. Только по официальным данным задержаны были по меньшей мере 950 человек. В эти дни в стране зарождается свободная нация. Преступления и бесчинства устаревшие Назарбаевской власти привели к тому, что народ осознал свою силу. Написал на своей странице в фейсбуке Мухтар Аблязов. Это бывший министр энергетики, а ныне лидер запрещенного в стране движения и демократический выбор Казахстана. Уже многие годы Аблязов живет за границей. Арест мирных демонстрантов осудило управление Верховного комиссара ООН по правам человека и призвало к соблюдению основных свобод и прав. С нами на связи лидер запрещенного в Казахстане движения «Демократический выбор» Мухтар Аблязов. Я напомню, что именно ДВК призывала своих сторонников выйти на митинги в день выборов президента 9 и 10 июня. Господин Аблязов, здравствуйте. По всему Казахстану более 500 задержанных. Это только по официальной информации. По неофициальной их может быть значительно больше. Пока совершенно непонятно, какое наказание большинство этих граждан получит и получит ли вообще. Тем не менее, вы чувствуете свою личную ответственность за этих людей? Официально задержанных только по станет спеши тысячи. В Алматы более 500. Если говорить о ответственности, ответственность в том виде, который вы хотите возложить на меня вину, я безусловно не чувствую, потому что задерживала власть. Причем наши граждане имеют абсолютно все конституционные права выходить на митинги, акции, шествия в соответствии с нашим законодательством и с международным законодательством. Поэтому все эти нарушения на стороне власти, и это зафиксировано всеми международными организациями. Скажите, весь предвыборный период вы координировали свои действия с представителями оппозиции или это собственный план действий демократического выбора? Я ваш вопрос не понял. Вы про какую оппозицию говорите? С кем я должен был? Вообще, вы как-то с кем-то из оппозиции, с другой членов, координировали действия, выходить на митинги призывать? Вы как-то свои действия координируете? В нашей стране существует, к сожалению, я еще раз говорю, единственная оппозиционная политическая организация, это демократические выборы Казахстана. И поэтому мы все свои действия согласовываем со сторонниками, которые у нас работают часть активистов ВК. Я знаю, есть какие-то отдельные недовольства, но политической организации, как в классическом понимании, ее нет. Поэтому мы ни с кем не координировали никакие наши действия. Здесь я вас понял. Как вы полагаете, почему власть вчера отреагировала на митингующих намного жестче, нежели обычно? Вчера власть отреагировала, ну я скажу так, потому что она просто напугана была, потому что они изучали реакцию людей. Весь месяц и предыдущий, и весь июнь было видно, что на акции протеста выйдет очень много. И это заявлялось тотально везде, поэтому к этому Назарбаев тщательно готовился, потому что он понимал, что в стране 1500 наблюдателей, свыше 200 иностранных журналистов, международные миссии, и поэтому он был напуган. Ему было важно провести выборы, итоги выборов, сделать такими, которыми он продумал. И поэтому заранее превентивно оказывалось давление на граждан, запугивались. Поэтому реакция, собственно, вчера была такая, достаточно жесткая. И власть просто не ожидала такого мощного сопротивления, такого притока, даже при этом. Сегодня по их действиям видно, как они перекрыли те самые площади, где мы обозначили места сбора. Там стоят эти черепашки везде, все поставили, колонны полицейских, они до сих пор стоят. То есть власть напугана, панически напугана. Давайте перейдем теперь непосредственно к выборам. Итоги выборов вы признаете их, и что вы намерены предпринять дальше в ближайшее время и в долгосрочной перспективе? Итоги выборов никто не признал, кроме самой власти. Сотни тысяч, миллионы поддельных протоколов избирательных, и масса была добровольцев, которые это продемонстрировали. Даже такую простую вещь, как Касанов еще не объявили официальной, до сих пор я подчеркиваю итоги выборов, официальной. Он вчера быстро слил весь этот протест, который накопился внутри страны, потому что власть была напугана. И он быстро признал свое поражение. Это еще раз просто подтверждает, что Касанов был в сговоре с властью, он выполнил свою роль, он легитимизировал выборы, создал, видимо, что есть оппозиции в нашей стране. И таким образом похоронил себя в будущем как политика и как человека, это предатель нации. А как вы вообще думаете, вот Амиржан Касанов набрал 16% голосов, может быть действительно народ за него проголосовал? И кто-то говорит, что процент мог быть вообще еще больше. Народ голосовал не за него, народ голосовал за свои ожидания. Это был протест против действующего режима. И когда вот такая кукла была смонтирована администрацией Назарбаева, большая часть людей поверила, надеясь, что он все-таки будет лучше, чем Такаев, лучше, чем Назарбаев. И таким образом, собственно, была и явка обеспечена, и видимость выборов. На самом деле, конечно же, было не 16%, я уверен, что было больше, но это не имеет никакого значения, потому что все проценты рисовались в кабинете у Нурсултана Назарбаева. И поэтому я могу сказать больше, кто-то может меньше, это не имеет никакого значения, потому что выборов как таковых не было. Только объективные выборы могут сказать реальные проценты. Господин Аблянс, не так много времени осталось. В прошлый раз вы нам сказали, что вернетесь в Казахстан, если в Нурсултане соберется 30 тысяч, а в Алматы 50 тысяч человек. Как я понимаю, возвращаться на родину вы пока не собираетесь в ближайшее время. Нет, я как раз таки собираюсь, и я реалист. Я всегда говорил, что мы до конца года, я сегодня проводил по этому поводу прямой эфир и ранее тоже, я все время говорил, что мы будем добиваться, чтобы это случилось до конца этого года. Многие торопились, говорили, что 9-го, 10-го мы выведем. Ну, хорошо, кто возражает, если мы бы добились такого количества, то это произошло бы 9-го, 10-го. Я реалист, мы еще будем бороться, добьем. Господин Аблязов, большое вам спасибо за интервью, всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!